Продолжим морфологический разбор Суры Аль-Масад. Мы дошли до 3-го айта. Будет он гореть в пламенном аду, огне. Частица будущего времени. Мабнион с неизменяемым окончанием, поэтому не будет здесь рассматриваться. Глугол настоящего будущего времени, а ла возни Яфаля, по модели Яфаля. В основе у нас было, ясла ю, тахарркат Ильяу, буква Я огласована, причем она может быть огласована любой огласовкой, ван фатаха маа кабляха, а предшествующая, предыдущая буква огласована фатхой, и именно фатхой, а не какой-либо другой огласовкой. Поэтому в итоге факулибат алифа, вследствие чего буква Я была заменена на букву алифа. Это общее стандартное правило, как для буквы Я, так и для буквы, например, рома Я, и в итоге рома, после замены Я на алиф. Уазова и Уаза, ясаю и яса, кавадатун и кавадатун, баяатун, баяатун, ромайатун, роматун и так далее. То есть это правило применяется во многих местах. Во всех этих примерах букву Я заменили на букву алиф, согласно этому правилу. Ясла – это глагол породы фаиля яфаля, сали ясла. Сали – это фаилюн, суляфир муджарадун. Трехбуквенный глагол первообразной формы. Уайрусахихин, уайрусальмин. Нездоровый, неправильный глагол, так как это наказ, недостаточный глагол. Третья корневая буква является слабой буквой, слабой буквой Я. Дальше. Нарун – это у нас Исмун Джамидун, непроизводное имя по модели фаалун. В аслову основа является наварун, на что указывает его множественное число анварун, так же как и ниранун. В основе было невранун. В слове наварун применено то же правило, что его упомянутым нами выше слове малун, в имени малун, то есть вов заменили на алиф. Нарун относится к словам женского рода. В Коране мы читаем, я нару куни бардан у саламан. Куни, сказано куни в женском роде, а не кун в мужском роде. Хаадзихин нара, а не хаадзан нару, тому подобное. Нарун – это Исмун Сул'Ациюн Муджарудан, трехбуквенное имя первообразной формы. Уайрусахихин, уайрусальмин. Нездоровое, неправильное имя, так как это ажов, и его вторая корневая буква является слабой буквой Вау. Айнуху Ваун. Дальше, ЗАТУ. ЗАТУ – это Муаннафу ЗУ, женский род, слово ЗУ, про которое приводят, что в основе было ЗАВАУН. После чего ВАУ был заменен на АЛИФ. ВАУ был заменен на АЛИФ вместе с удалением ВАУ, то есть другого ВАУ. Значит, в слове ЗАТУ у нас ХАРФТА – это ТАУТТАНИС, признак женского рода. ХУЗИФАТИЛЬВАУ – одна из двух букв ВАУ была удалена. АЛИФ здесь имеющийся АЛИФ является заменой другой буквы ВАУ. АЛИФ здесь имеющийся АЛИФ является заменой другой буквы ВАУ. АЛИФ – это ИСМУНДЖАМИДУ, непроизводное имя по модели ФАУЛАН. ИСМУНДЖАМИДУ, МУДЖАРУДУ, САХИХУН, САЛИМУН. Трёх буквы на имя без добавления. Здоровое, правильное имя, так как оно свободно от известных нам трёх причин. АЛИФ – это ХАРФ, а значит, как слово с неизменяемым окончанием КАЛИМУТАМИДУ не будет здесь рассматриваться. ИМУРАТУН – это имя женского рода, с ХАМЗАТЛЬВОСЛИ – соединительная ХАМЗА в начале. Это одно из десяти имен, в начале которых имеется соединительная ХАМЗА, таких как, например, ИСМУН, ИБНУН, ИБНАТУН, ИСНАТАНИ, ИМУРУН и т.д. При добавлении артикля АЛИФ в начале этого имени, соединительная ХАМЗА, имеющаяся в начале, она опускается, удаляется. Например, АЛИМАРАТУ с АЛИ в начале и ИМУРАТУН без АЛИ. Также говорят и ИМУРАТУН тоже без соединительной ХАМЗА, несмотря на отсутствие АЛИ в начале. ИМУРАТУН образована от ИМУРУН в значении МАРУН, значит, ИМУРАТУН по модели ИФАЛАТУН с корнем МАРУН с добавлением ХАМЗАТЛЬВОСЛИ в начале и ТАМАРБУТА в конце. ИМУРАТУН – это ИСМУН, СЛЮАТЬЮН, МАЗЕЙДУН, ФИХИ, трехбуквенное имя с добавлением ХАМЗА в начале и ТАМАРБУТА в конце. САХИХУН – здоровое имя, но ВАИЛУСАЛИМ, неправильное имя, так как ИВАЛАМ, его третья коренная буква является ХАМЗА. ИМУРАТУХУ, АЛЬХА – это ДОМИРУН, местомение, а значит, как слово «МАБНИС» с неизменяемым окончанием не будет здесь рассматриваться. ХАММАЛАТУН – это МАБАЛАГАТУСМИЛ ФААЛИ, усилительная форма имени действователя, причастия действительного залога. По модели ФААЛАТУН – от глагола ХАМАЛА, ЯХМИЛУ – ХАММАЛАТУН, ХАММАЛАТУН – это ИСМУН, СЛЮАТИЛ, МАЗЕЙДУН, ФИХИ, трехбуквенное имя в основе с добавлением трех букв. ХАТУБУН – это ИСМУН, ДжИНСИН, налицательное имя в значении множественного числа, ИСМУН, ДжИНСИН, ДжАМИЛУ, АЛЯ ВОЗНИЙ ФААЛИ, по модели ФААЛУН. ИСМУН, СЛЮАТИЛ, МУДЖАРАДУН, САХИХУН, САЛИМУН, Трехбуквенное имя без добавления, здоровое, правильное имя, ФИ, ДжИИДИХА, ХАМЛУН, МИММАСАДА, ФИ – это ХАРФУДЖАРН, предлог родительного падежа, мабдивность, неизменяемым окончанием, из-за чего не будет здесь рассматриваться. ДжИИДУН – это ИСМУН, СЛЮАТИЛ, МУДЖАРАДУН, ОГАЙРУ, САХИХУН, Трехбуквенное имя без добавления, нездоровое, ОГАЙРУ, САЛИМУН, неправильное имя, так как ИВААЙН, АЙНАХУ, ХАРФУЛАТИН, ИВАЙН, его вторая корневая буква является слабой буквой Я, ХАБЛУН – это имя, ИСМУН, СЛЮАТИЛ, МУДЖАРАДУН, САХИХУН, САЛИМУН, по модели ФАЛУН. МИН МАСАДМИН – это ХАРФУН, значит не будет здесь рассматриваться. МАСАДУН – АЛА ВАЗНИ ФАЛ, ИМА ПО МОДЕЛЬ ФАЛУН, БИМАНА СМИЛ МАФУЛИ ЛИЛ МУБАЛАТИ, Значение имени поддействованного для усиления смыслом. МИН МАСАДМИН – МУСИДАУ, СТРАДАТЕЛЕМ ЗАЛОГИ, от МАСАДМИН – имя действия глагола МУСИДАУ, СТРАДАТЕЛЕМ ЗАЛОГИ, БИМАНА ФУТИЛА, Значение увидеть, скручивать. МАСАДМИН – МАСАДМИН POOL, БИМА, ПОМОЮСИКИ, ЗАЛОГИ, БИМАНА СМИЛИ